Ну, из Москвы же никто не уезжает на зиму, так вот, массово прям. Ну, я думаю, что если бы могли, то уезжали. У них нету цели продавать дороже. Китайцы в последнюю минуту повышают цену. Да? Всегда. Они еще год назад, до этого, жили в условиях, где нету санузла, например. Всем привет, с вами Катя и канал агентства элитной недвижимости «Вайтвелл». Хочу представить своего коллегу Арташеса. Он является топ-брокером «Вайтвелл Дубай». И вы могли также видеть Арташеса в обзоре пентхауса в Дубае. Этот обзор вы можете увидеть по ссылке в углу экрана. Арташес, привет! Привет, привет! Арташес, мы с тобой собрались сегодня не случайно. У наших клиентов, подписчиков собралось огромное количество вопросов. И существует даже такая борьба и соревнования. Дубай или Москва, что же стоит покупать? Какие подводные камни? Я предлагаю, поскольку ты сейчас находишься в Москве, поэтому предлагаю обсудить самые животрепещущие темы. Да, супер, с удовольствием. Арташес, я знаю, что ты очень крутой брокер. У тебя какое-то нереальное количество сделок, в том числе очень крупных. Расскажи нашим зрителям подробнее о своем опыте. Ну да, действительно, у меня большое количество крупных сделок. У меня есть какие-то даже рекорды внутри компании. Самый быстрый старт в компании, кажется, самый первый этаж в дубайском офисе. Какая твоя самая большая сделка? Ну, буквально сегодня Олег объявлял сделку объемом в 4.6 миллиарда рублей. Это не полностью моя сделка, она такая командная. Нас три брокера в этой сделке, но я в ней поучаствовал, да. Насколько я знаю, там не все условия мы можем оглашать, но когда будет можно, я уверена, что это просто взорвет рынок, потому что все уже ждут подробностей этой крупной сделки. А твоя личная сделка какая была самая большая? 56 миллионов дирхам. Это порядка 17 миллионов долларов. Мы закрыли этаж в здании шоба Си Хэйвен. Расскажи подробнее о рынке недвижимости Дубая. Сейчас у нас лето 23-го года. Многие не верят, считают, что это мыльный пузырь, что всех, кто хотел, уже все купили. Как на самом деле обстоит ситуация? Я видела цифры продаж Дубая, это, конечно, восхищает. Ну, ситуация на рынке стабильная, рынок растет. Вот те люди, которые думают, что как бы россияне приехали и сделали этот рынок, это немножко не так. Действительно, россияне были на первом месте в то время, когда была мобилизация. Но как только закончился этот квартал, в следующий квартал лидировали уже англичане. Ну, англичане исторические вообще, да? Англичане, французы, итальяне, вообще европейцы. Да, европейцы едут, их привлекает нулевая налоговая ставка, их привлекает безопасность, их привлекает консервативность в обществе, потому что не всем людям нравится, что когда их дети приходят в школу, детям говорят, что мальчики налево, девочки направо, а кто не определился, проходите прямо. Вот, ну, люди, особенно семьи, старые деньги, они так достаточно негативно к этому относятся. И Дубай, и Эмираты, это такая вот анклав такого вот консерватизма в обществе, да. Ну, это все звучит классно и здорово. Я верю в рынок Дубая, и невозможно не верить цифрам. В том числе у меня было несколько личных сделок по Дубаю с клиентами, с которыми я давно работаю. Но вот мое личное ощущение, может быть, я не права, что все-таки в Дубай ценник входа, он уже подрос. И если раньше можно было купить там за 200, за 300 тысяч долларов и что-то перепродать, понятно, удобно и быстро, то, по моим ощущениям, как-то уже ценник входа все-таки увеличился. Понятно, что рынок продолжает расти, это не мыльный пузырь, и по всем международным аналитическим данным еще есть хороший потенциал роста, но вот за последний год все-таки ценник входа, по твоим ощущениям, он насколько изменился для ликвидности проекта? Ценник сильно изменился. Даже во многих случаях сейчас на вторичном рынке покупать выгоднее, чем на первичном. Переуступки ты имеешь в виду, да? Да, переуступка, ну и не только переуступка, и полноценная покупка вторичного жилья тоже может быть выгодна. Единственный минус в том, что при покупке вторичного жилья ты не получаешь платежный план, который дает застройщик. Соответственно, если нету полной суммы денег, для кого-то комфортнее зайти сначала 15% чем всей суммы. Это проблема с выводом денег, да? Не будем скрывать, они существуют. Если перевод идет застройщику, то достаточно прозрачная схема сделки и легко сделать перевод. А если перевод физлицо, физлицо, то там могут быть определенные сложности. Да, вопрос перевода, вопрос логистики денег от физлица к физлицу решен с помощью эскроу-компании. Это абсолютно легально. Вы переводите по договору деньги на эскроу-компанию, и потом эскроу-компания переводит продавцу. Ну, просто возникают долг-траты. Там вознимают какие-то издержки небольшие, но это все просто и легально, и официально. Ну, кстати, забавная история. Можно провести параллель с рынком московской недвижимости. У нас раньше тоже, получается, проект на старте было брать значительно выгоднее. А сейчас, по прошествии пары лет, получается такая интересная история, что зачастую проект на старте стоят дороже или не сильно дешевле, нежели уже почти готовый дом. И точечно получается интереснее инвесторам иногда даже рассматривать проекты, которые вот-вот сдаются, и есть интересный непроданный объем. Либо переуступки, они тоже очень конкурентны. Но тут все в зависимости от локации. Поэтому забавно, что такие параллели. Да, да, такая же ситуация и в Дубае. По поводу ценника входа. Получается, у меня правильное было ощущение, что за год значительно изменилась ситуация с ценником входа, ликвидности проекта. Ну, ценник входа, он в принципе остался тот же самый. То есть, есть квартиры и за 150 тысяч долларов, которые можно купить. Они как были, они так и остались. Но самые лакомые локации и более дорогие квартиры, они очень выросли в цене. И от застройщика даже на уровне котлована они сейчас дорого стоят, существенно дороже. Это то, что, например, по Бизнес Бэю, да, были старты. Ну, вот Централ Парк, например. Ну, Централ Парк, там же аукцион. То есть, все равно, кто успевает купить, они не показаны. Лотерея, лотерея, да. Лотерея, да. Лотерея, да, да, это разные вещи, да. Лотерея, да. Да, вот, но там приведу пример. Если вот в Централ Парке однушка в первом здании, которое продавало, стоило миллион двести пятьдесят дирхам, то сейчас от два миллиона семь дирхам. При том, что те же самые площади, такие же здания, но уже от застройщиков в два раза дороже. Поэтому я и говорю, что на вторичном рынке или по переуступке, может быть, купить дешевле, чем у застройщика, потому что ты покупаешь у тех людей, которые заплатили миллион двести. Но главное, чтобы эти люди были готовы продать. Здесь тоже бывают сложности. У меня вот мой двоюродный брат не так давно активно погрузился в покупку инвест-варианта в Дубае и столкнулся с тем, что на самом деле не было интересных переуступок, меньше чем 350 тысяч долларов, но его только определенной локацией интересовали. И в итоге он очень классный вариант в Абу-Даби. Да, ну правильно сделал. И тоже мы там ждали, прям, когда выйдет эта переуступка. Я знаю, что есть Property Finder, да, по-моему, называется этот сайт, где просто непонятная история с этими агентами. Просто можно с ума сойти, всех обзванивать. Да, Property Finder такая достаточно мутноватая история, потому что там можно найти квартиру очень дешево и очень дорого, за одну и ту же. И процентов 70 из этих объявлений, они будут не актуальны, это просто кликбейт. А почему не регулируют государство? Они пытаются, они вводят дополнительные правила, но это все идет процесс медленно. Ну, то есть, получается, клиенту, если он пытается сам как-то ориентироваться в этом огромном объеме предложения, очень сложно найти адекватный реальный вариант, который существует. Да, очень сложно. Мне часто клиенты говорят, что, ну вот, мы же на Property Finder видим в два раза дешевле. Я говорю, ну, как бы, ну, звоните, покупайте, что же я могу, попробуйте. В Москве есть Циана Авито, но надо дать должное Циану, если какое-то фейковое объявление или занижена стоимость, есть возможность пожаловаться, и его убирают. Безусловно, существует ряд не самых, скажем так, порядочных агентств, которые в маркетинговых целях используют объявления, но все равно система их старается отслеживать. А в Дубае, я так понимаю, еще прогресс не дошел. Нет, они тоже сейчас нужно предоставлять определенную документацию, когда ты вывешиваешь объявление, но при этом предоставив эту документацию, пройдя вот этот вот, получив эту зеленую галочку на своем объявлении, если ты уже продал это, вот, и не снял потом с объявления, это никак не регулируется. Поэтому они там висят месяцами и месяцами, и принимают клиентов, и предлагают что-то другое. Ну и получается происходит дезинформация конечного покупателя. Да, и это создает определенные сложности для нашей работы. Дорогие зрители, поделитесь своим мнением. Как вы считаете, куда выгоднее вкладывать деньги, в Москву или в Дубай? Напишите в комментариях, и мы дальше это обсудим. Арташес, не многие знают, но я вот этим прям восхищаюсь. В Дубай же существует общая система, в отличие от России, где можно четко отследить, сколько апартаментов, по какой стоимости было продано. Да, есть замечательный ресурс, называется Property Monitor, и также есть еще второй ресурс, который называется DXB Interact. Вот про DXB это. Да, в эти два ресурса подгружается информация о всех сделках, которые произошли в Дубае. Соответственно, рынок абсолютно прозрачен, и вот когда мои клиенты пытаются ориентироваться на Property Finder, как мы обсуждали ранее, это ошибочная стратегия. Нужно ориентироваться на Property Monitor. К сожалению, Property Monitor доступен только брокерам и агентствам, но мы можем распечатывать отчет по данной локации, по данному зданию и даже по квартире, которая есть в наличии или была продана когда-либо. Ну, тут мне кажется, важно отметить, насколько важен выбор, что называется, своего агента, которому можно доверять, потому что, ну, я от многих клиентов слышала фидбэки, там, звонили по рекламам, им предлагали кучу вариантов, которые якобы инвест, потом оказывалось, что это гораздо дороже, можно купить дешевле, то есть здесь существует абсолютно открытый источник, где можно получить информацию по выбранному дому. Да, все верно. Ну, кстати, к разговору о проблемах со вторичной недвижимостью, я думаю, здесь нужно отметить, как есть, ну, вот, насколько, по крайней мере, я изучала историю по вторичным продажам, скажем так, если правильно выбрана локация и застройщик, и проект, он выгодно отличается от конкурентов, в ближайшем будущем ничего более интересного нет, то выйти из проекта достаточно легко. Но существуют кейсы, в том числе и с разрекламированными застройщиками, где год ничего не строится, люди вложили там по полмиллиона долларов, понятно, что это будет построено, просто у застройщика есть задача достроить другие проекты, и на такой стадии очень, ну, как бы, сложно перепродать. Я думаю, ты догадываешься, практически говорю. Ну, да. Вот, ну, то есть, и когда я обсуждала вот этот кейс со своим другом, тоже брокером компании Whiteville, как раз мы говорили о том, что, ну, не все, к сожалению, на рынке брокеры, не все компании дают клиентам выбор, объясняют все риски, потому что, ну, не всегда можно выйти через полгода. Или через год. Не всегда. Через полгода редко, когда удается выйти. У меня одна была сделка, когда мы вышли через три месяца, но это, я считаю, что это такое чудо. Ну, да. Там просто так получилось, что клиенту хотелось вот именно этой этажности, и вот, и он именно, там у него по фэншуи какая-то была история, там, да, да, что ему нужно было именно так, именно в этом районе, именно в этом здании. Ну, вот получилось выйти, просто попался такой клиент. А, в принципе, выход где-то через год. Ну, это если проект, соответственно, хорошо движение. Да, вот сейчас добавлю про вот этот этаж в Центропарке, почему мы вышли через год. То есть мы сидим... То есть мы могли бы дольше, да, подождать? Мы могли бы дольше, ему не хотелось платить последующие платежи, он хотел зафиксить свою прибыль, вот, и сделал ее, ну, с высоким доходом. Нужен какой-то переворотный момент. Вот в данной сделке переворотный момент случился в том, что вышло новое здание у этого же застройщика, в этой же локации, соседнее, которое стоило в полтора раза дороже, чем те цены, которые купила. Ну, и выпад в самый сильный рост рынка как раз. Да, и было всего 120 квартир и 3000 заявителей. И вот из этих 3000 заявителей, которых не получилось купить квартиру, они купили у моего инвестора дешевле, чем от застройщика, и в результате все оказались в выигрышной позиции, потому что покупатель изначально заработал, покупатель вторичный купил квартиру по выгодной стоимости дешевле, чем от застройщика, ну, и мы как брокеры сделали хорошую работу и заработали. Ну, и плюс, мне кажется, немаловажно, например, есть пример Blue Waters, да, огромный кластер, потрясающе развитый, то есть Central Park, в принципе, ждет, скорее всего, та же история, и я думаю, клиентов это тоже очень подкупает, то есть это такая нишевая история немножко. Да, это, ну, если смотреть на Blue Waters, как растет цена на Blue Waters, это застройщик Мирас, да, как Булгари выросло, тоже застройщик Мирас, как Порт-де-Ла-Мер выросло. Да, Ла-Мер вообще фантастика, причем там же невысотная, да, застройка? Невысотная, тоже невысотная, но в этом кайф Мираса, потому что они имеют возможность не строить высокие здания, это государственный застройщик, которые нацелены больше не на заработок денег, а на создание инфраструктуры и точек притяжения для развития Дубая в целом. Вот, также они получают землю бесплатно от государства, и за счет этого на стартах продаж у них, их локации, у них цены дешевле, чем... Но лотерея, в которой... Но лотерея, потому что слишком много желающих, да. Давай подробнее расскажем нашим зрителям о том, что такое лотерея, не все знают. Скажу честно, когда вот мы с моей подругой, она живет, кстати говоря, в Дубае, и как раз вот в центром парке тоже участвовала в лотереи, и я, конечно, была очень удивлена, но для Москвы это просто не видно, чтобы люди просто переводили чеки, просто без гарантии купить квартиру. Да. Ну, потом, понятное дело, все, как бы... Чеки не отдаются, и все окей. Да, лотерея проходит таким путем, клиент регистрируется со своими данными, телефоном, имейлом, почтовым адресом, паспортом. Ну, либо брокер регистрирует. Ну, или брокер регистрирует его. И приходит на почту токен. Далее нужно заплатить... Такие еще разные цифры, да? Да, да. Разные цвета этих токенов. Далее нужно перевести нам 37 тысяч дирхам. Это, в принципе, небольшая сумма, 10 тысяч долларов. Мы делаем такой чек, это банковская гарантия, да, на бумажке. И с ним идем на розыгрыш. Дальше там на экранах появляются токены, цифра и цвет. И если выпал твоя цифра и цвет, то ты получаешь возможность купить квартиру. Это все на Coca-Cola Arena проходит? Это все, да, да. Это все на стадионе, да, да. Много желающих, много клиентов, много брокеров. А застройщик всегда делает такой какой-то фуршет, кофе, сэндвичи. То есть это всегда такое мероприятие. Такая маркетинговая история. Да, и это нетворкинг для брокеров тоже очень хороший. Причем у меня даже был такой случай, когда я нашел брокера, у которого было на вторичном рынке квартира в этой локации. И нашел покупателя прямо там же. То есть мы закрыли сделку. Так разговоры, что сам мы быстрые, да? Да, да, да. Вот, я вообще обожаю такие сделки быстрые. Я от них кайфую и получаю на самом деле больше удовлетворения от таких вот быстрых, случайных, вот от бога сделок, да, чем какие-то сделки, где приходится много трудиться. Или даже большие сделки мне часто не приносят такого удовлетворения, как мелкие, но вот такие вот с такой изюминкой, да. Но все равно, вот, не знаю, общалась я с клиентами, у меня они на два пула различаются. Я вообще в недвижимости один след, и продажами, и арендой, и коммерческой недвижимостью тоже у меня были сделки. И, соответственно, круг общения клиентов, он достаточно большой. И вот разделились на самом деле на два лагеря. Одни прям интересуются, не все доходят до сделок, потому что не всем формат Дубая подходит. А вот некоторые, они прям категорически, то есть им не нравится климат, у них много возражений. И иногда, ну, я даже не спорю с такими клиентами, потому что у всех своя реальность. И если человеку это не близко, ну, не стоит вкладываться там в страну или в проект. А по твоему мнению, все-таки вот эти все лотереи, это же, с одной стороны, маркетинговая история. То есть всегда у клиентов создается такое впечатление, что вот мне надо успеть в последний вагон, а потом все. Но по факту можно подождать пару месяцев, и что-то интересное появится. Просто чуть дороже. Я бы не сказал, что это маркетинговая история. До введения лотерейной системы были очереди. Нет, я имею в виду маркетинговая история не с точки зрения, что вот купишь и не будет рост, рост будет безусловно, но сама вот эта организация лотереи, это определенный маркетинг и пиар-проект. Нет, это не так. Я бы так не сказал. Это просто упорядочение процесса продажи при условии, что такой большой спрос. А почему сразу не продавать дороже, раз такой большой спрос? У них нет цели продавать дороже. Они создают инфраструктуру. У них нет такой цели заработать деньги. Они делают Дубай красивым. Они заработают на другом. Они заработают на сдаче в аренду торговых помещений. Они заработают на сервис чарджи, который на оплате за обслуживание. Они будут зарабатывать на этом. Соответственно, им важно построить, создать там комьюнити классный из классных людей. И потом уже зарабатывать на этом деньги. Не знаю, ты меня все равно немножко не убедил. Я верю в рост. Центрный парк супер вообще история. Но мне кажется, все равно это как, знаешь, при продаже сумок или ювелирных украшений. Иногда нужно сделать, скажем так, повышенный спрос за счет небольшого количества вариантов. И это еще больше поднимает ценность самого проекта или вещи. Ну, безусловно, если бы они ввели в продажу все здания сразу, то процесс покупки проходил бы не 30 минут, ну, продажи проходил бы не 30 минут, ну, 48 часов. И не было бы такого желания клиентов и потом вот этого повышенного спроса. То есть он и органичный, но с другой стороны, мне кажется, за счет этой истории он больше подогревается. Конечно. Арташес, поделись самыми нелепыми возражениями по поводу Дубая, с которыми ты сталкивался. У меня был, ну, для меня это нелепо звучит, у меня был клиент, который отказывался покупать доходный номер в гостинице СЛС. А, я помню, где можно было сейчас. Да, и он отказался, потому что это американская сеть отелей. Вот. Ну, я бы не сказала, что это его личное предпочтение. Ну, личное предпочтение, но это странно, потому что деньги есть деньги. То есть он боялся, что будут какие-то проблемы. Нет, он из вредности против американцев. А, ну, нет, а если по нелепые возражения касательно рынка, например, там, не знаю, не построят, застройщик разорится, потеряют деньги. Климат, ну, климат жаркий, мне кажется, это уже всем в этом говорят. Ну, вот, да, есть такие возражения, что мне не нравится климат, но обычно это исходит от людей, которые никогда не были в Дубае, потому что есть такое, такое клише, да, фиксированная идея, можно еще назвать, что это пустыня, что там дико жарко, что там невозможно дышать. Это отчасти так, но это всего 3-4 месяца в году, летом. И летом, учитывая то, что Дубай находится в 4 часах полета от третьей планеты, и у нас в 2,5 часах Грузия прекраснейшая, зеленая совершенно, у нас в 4 часах Сейшелы, в 4 часах Мальдивы, в 3 часах Гоа, в 5 часах Москва и вся Европа. Поэтому люди с деньгами, а в Дубае в основном люди с деньгами, могут себе позволить поехать отдохнуть на лето где угодно. Также, учитывая то, что сейчас после ковида линии коммуникаций наладились достаточным образом, для того, чтобы все люди работали удаленно. Дубай в этом очень прогрессивные. Да, и люди получили возможность работать удаленно, поэтому вот те 3-4 месяца в году, которые жаркие в Эмиратах, я не вижу это проблемой. Так как вот, ну, из Москвы же никто не уезжает на зиму, так вот массово прям. Ну, я думаю, что если бы могли, то уезжали. Да, 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 ну я даже вот находясь в Дубае зимой, когда там 25 градусов днем и 14-18 ночью, что я считаю просто идеальной погодой, все равно люблю приезжать в Москву и похрустеть валенками по трескучему снегу, попариться в баньке и так далее. Ну, мне кажется, касательно климата, здесь нужно все-таки разделить клиентов на две группы, да. Вопрос предпочтений, где нравится жить, мне кажется, это имеет место быть. Не всем подходит этот климат, не всем нравится новодел, да. Одни в восторге от современных зданий, другим ближе историческая Европа или там Санкт-Петербург, Москва. То есть у меня много примеров людей, которые переехали, и им не очень нравится, и много кто переехал, и в восторге. Но если мы говорим все-таки про вложения или про диверсификацию активов, то здесь мы все-таки не смотрим на климат, потому что вы смотрите не для себя, а вы смотрите для будущих арендаторов, либо для будущих покупателей. Статистика показывает, что они есть, будут, и огромные планы по расширению. Но вот про климат, мне кажется, важно отметить, что, ну, людям может это не нравится, и это так же, как людям может не нравится жить в Москве или в Санкт-Петербурге. Ну, конечно, кто-то обожает Норвегию, а кому-то там слишком много. В Лондоне тоже, у нас же есть офис в Лондоне, я уверена, что многим там очень не нравится, а кому-то очень нравится, то есть это, ну, выбор людей. Друзья, поделитесь своим мнением в комментариях, что вы думаете о климате Дубая и хотели бы там жить. И, кстати, у меня есть несколько квартир в Централ Парк по цене в два раза ниже, чем от застройщика, так что пишите, и мы обязательно подберем вам классную квартиру по очень хорошей цене в Централ Парк. Ну, вот сейчас ты это сказала, у нас будет пятница вечеринка в Айтвилле, там будет много клиентов, и ты все в распродаже. Да, да, а у меня еще очень много стока в Абу-Даби по цене ниже, чем от застройщика, порядка 98 квартир, так что, да, следите, watch this space, как говорится. Кстати, вот, возвращаясь к локации Абу-Даби, мне кажется, это такой перспективный Дубай минус 2-3 года, тебе так не кажется? Ой, это будет суперлокация, они туда... Ну, это уже суперлокация. Это уже суперлокация, но она еще будет еще в квадриллион супер, суперее. Вот у меня брат Вайурин, он как раз искал, искал, и переступку вы куда-то взяли. Отлично, отлично, это хороший очень выбор и правильное решение, потому что там цена будет расти, и там нету предела для роста, это будет такой новый мировой центр. У нас брокеры и Дубай, и Москвы, я знаю несколько кейсов, когда себе тоже брали. Да, 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 ребята покупают. Саляви, да, проект называется? Да. Как раз, очень перспективный. Очень перспективный проект, и все острова Абу-Даби очень перспективные, и цены на сегодня ниже, чем в Дубае, при этом рост будет больше, чем в Дубае, гарантированно из-за массовых, большого количества точек притяжения, таких как Лувр, музей Гогенхайма, Феррари Уорлз. Даже 7 музеев, да, будет к 27-27 году. Да, да, плюс институты туда переезжают, Сарбон туда переехал, филиал. Мне вообще нравится концепция Абу-Даби, и Арабские Эмираты в целом здесь нет как такового соперничества, то есть каждый Эмират, он выбирает какой-то такой свой путь развития, и мне кажется, в Абу-Даби это идет такая культура, кластер такой более семейный, Дубай это больше про развлечения, про рестораны, то есть немножко, да, отличается. Ну, мой друг называет Дубай шоссе энтузиастов, а Абу-Даби рублевкой. Нет, ну что-то сейчас для энтузиастов у нас не самая хорошая локация, не стоит, мы там даже ничего не продаем, зря ты так. Ну, можно сказать тогда Ленинградка. Ленинградка очень хорошая перспективная локация тоже. А какие про Москву бывают возражения, расскажи мне. Ну, вот здесь тоже все зависит от клиентов, и чем вот больше я в недвижимости, с каждым годом я понимаю, что вот у каждого человека своя реальность, и ты можешь только со временем доказать свою экспертность, что ты говоришь правду. Никто не гадает, там, кофейные гущи, есть определенные цифры, есть статистики, есть насмотренность, и у хорошего правильного специалиста всегда есть насмотренность, и я думаю, клиенты доверяют. Но про возражения очень многие в начале вот этой всей ситуации боялись, что будут проблемы со строительством, что будет недостроен. Но здесь у нас очень спас ФЗ-214 со скроу-счетами и финансированием банков, и по прошествии, получается, с 24 февраля уже больше года прошло, видно, что стадия строительства хорошая, проекты не замораживаются. Точечно есть какие-то задержки, но ни один перспективный проект в центре не упал в цене, наоборот, в любой нестабильной ситуации недвижимость, она дает такие гарантии. И опять-таки мы вот так же, как в Дубае, что это не рабочая история купить сейчас и продать через полгода, в Москве то же самое. Мы всегда советуем клиентам подождать, и здесь все зависит от проекта. Но точечно на рынке появляются интересные переуступки, если раньше вторичная недвижимость, скажем так, большинству клиентов была неинтересна, ну, наверное, как и в Дубае, то сейчас за 2-3 года классные проекты выросли на наших глазах, и тут вопрос, что интересно. То есть сейчас это, на мой взгляд, равнозначно и новостройки, и современные дома, которым 2-3 года. Но по рынку вообще, конечно, интересно, потому что мы в необычное время живем, и видно, что, скажем так, те, кто хотели, они уехали. Те, кто хотели инвестировать, не уехали, но диверсифицировать активы, они это уже сделали и продолжают делать. Но, тем не менее, очень большой кластер клиентов, они любят Москву, вкладывают сюда деньги, и мы это видим по сделкам с очень высокой стоимостью метра, где там полтора-два миллиона за метр и выше. Строящиеся дома люди покупают, ну, вот у меня лично такие сделки тоже были. Но, безусловно, есть проекты, скажем так, менее удачные, и это видно по темпам продаж. Вот скажи, пожалуйста, вот ты говоришь про сделки с очень высокой ценой за квадратный метр. Это инвест или это для личного пользования в основном? В основном, скажем так, это как, либо это трофейная недвижимость, то есть человек любит это место, ему нравится, он не планирует. Недвижимость, никогда не слышал такого терминга. Да, нет, это очень распространенное у нас выражение. Но это, например, вот ты хочешь жить у Кремля или в какой-нибудь там локальной локации. Например, вот Красный Октябрь, у нас скоро будет выпуск, вот это такая трофейная недвижимость, она не может стоить дешево, но это всегда будет в цене. Если брать сделки 2 миллиона плюс за метр, конечно, это для себя, либо такой семейный актив. Но, опять-таки, это легко потом можно будет продать, потому что это штучный товар. Но, опять-таки, здесь важно отметить, это не любая недвижимость, там 2 миллиона плюс вы продаете. Это такие уникальные лоты, и в рамках даже проекта нужно вот пристально все выбирать. Мне так понравился твой термин на трофейной недвижимостью. Мы когда продали в Дубае, у нас есть брокер Султан, он продал самый высокий пентхаус в мире, в Бурж-Халифе. В том году, да. Да, и адрес у этого человека, Бурж-Халифа 102. Это трофейная недвижимость. Потому что у него 102 этаж, весь этаж его, и он из любой точки мира может отправить открытку, написав лишь Бурж-Халифа 102. Круто. Это очень круто, да, это трофейная недвижимость. Все звучит очень классно, но на самом деле существуют и недостатки, и, скажем так, отличия Москвы и Дубая. Вот с какими проблемами в работе ты сталкиваешься, в подборе проектов? То есть что на самом деле такая вот боль клиентов в Дубае? У меня есть одна идея, но хочу знать, что ты скажешь. Ну, безусловно, свои нюансы есть. Значит, бывают проблемы с переводами денег сейчас по понятным ситуациям, свифты плохо ходят, не у всех есть счет в правильном банке, поэтому бывает... И это влияет на скорость принятия счета. Да, это влияет на скорость сделки, безусловно. Также, я уже говорил ранее про скорость принятого решения, если мы смотрим на Москву, то мы можем иногда зайти в офис продаж ЖК, выбрать себе квартиру. Взять паузу, подумать 2-3 месяца, потом вернуться. Ну, 2-3 месяца нет. Ну, 2-3 месяца может быть и нет. В неделю спокойно, да. В неделю спокойно. Ну, может быть, такую же на другом этаже можно взять. Ну, вот. Ну, да. В Дубае все быстро. Вот даже я хотел купить квартиру 2 недели назад в далеком районе. Я просто в него верю. Есть такой Ямар-Савов район. И хотел купить себе там квартиру. Их там было в наличии там, ну, штук 15. И они там, ну, висели. Две недели прошло, пока я денежку собирал. Все. Разговор о скорости. Да, да, разговор о скорости. То есть там, ну, хорошо, я подумаю, не работает. Нужно приходить к брокеру, когда у тебя уже денежки на кармане. Когда они на счете или наличные дома. И тогда уже начинать поиск квартиры. Потому что даже брокер, когда чувствует, что денег нет, он уже понимает, что из своих сил и свой ресурс лучше уделить тому человеку, который хочет купить сегодня. Потому что он выиграет тот человек, который купит сегодня, а не тот, который долго думает. У нас есть брокер московский Павел Ерохин. Ты, наверное, его знаешь. Он в Дубай тоже активно для инвесторов покупает активы. Мы с ним много на тему Дубай общаемся. Паша, спасибо за все твои советы. И вот он мне несколько кейсов рассказывал, когда крупные инвесторы, с кем он там на несколько миллиардов общался, в итоге они послушали другого брокера, который им пообещал сверхдоход. Это было где-то год-полтора назад. Павел посчитал самый негативный сценарий, назвав хорошие реальные цифры дохода. Но те ребята пообещали 30-40% годовых. Крупный инвестор шел туда, но продает сейчас с Пашей. Потому что эти инвесторы, те ребята, кто советовали сверхдоходность, они не хотят это продавать. И возвращаемся... Они не умеют. Они просто не умеют. Купить на котловане у застройщика первичку технически намного проще. Когда они сталкиваются с тем, что им нужно на вторичном рынке делать эту переуступку, они не знают, как проводится сделка на вторичном рынке. Для этого нужен опыт. И у них его нет. И выдержка. И выдержка. Да, и выдержка. Потому что это часто приходится выруливать настроение продавца и клиента. Если собственник араб, то он просто это все затягивается на два дня. Непонятно, когда он приедет, чтобы неспешно подписать документы. Да, китайцы в последнюю минуту повышают цену. Да. Всегда. То есть, когда вот уже все, договорились, договорились, только ручку занес на подпись. Бас, цена повышается. И это систематически делают китайцы. И это вот надо уметь с ним работать. Я даже предупреждаю об этом своих клиентов, когда у нас китайские продавец. Спасибо за те негативные кейсы, сценарии, о которых ты рассказал. От тебя я хочу добавить историю про отделку. На самом деле это боль многих клиентов, особенно те, кто привыкли к хорошему уровню отделки. Я думаю, именно за счет этого, в том числе и у Олега такие успешные кейсы, помимо его чувства прекрасного и ощущения пространства, существует проблема с отделкой в Дубае. Плюс, что она везде есть, минус ее качество. Есть такое качество, действительно, не очень. Я, правда, что не могу сказать про Москву, потому что я не видел качество отделки здесь. А то, что я видел, это всегда был бетон. Ее, то есть, вообще нет. В этом, кстати, минус московской недвижимости. Ну, для кого минус, для кого плюс. Для кого минус, для кого плюс, но при этом, покупая цена квадратного метра, в ней, она на 25% всегда увеличивается, потому что надо делать ремонт. Многие хотят делать ремонт. Это плюс высотное здание, когда есть отделка, здесь спорить не буду. Но вот эти ситуации с плиткой, они меня просто убивают. Вот то, что я видела, когда стыки плитки в, там, дорогущих вилах, ну, вот как? Как такое возможно? Ну, вот, да, это вот есть такая специфика. Там ковровое покрытие, вообще непонятное, которое там все потом часто снимают и прикладывают. Но если мы говорим о премиальной недвижимости. Да, но в данном случае все-таки это плюс для инвестора. Особенно для того инвестора, который заходит в покупку квартиры под сдачу. Он получает вот готовый вариант, ему нужно вставить технику, элементарную мебель. Ну, либо немного потратить и улучшить вводные данные. Да, да. А почему, по твоему мнению, такая проблема в делюкс недвижимости, в премиальной, с отделочными материалами? Именно даже не качество самих материалов, а именно вот как делают эти ремонты? Ну, потому что это делается все индийскими и пакистанскими руками. А эти люди, которые это делали, они еще год назад, до этого, жили в условиях, где нету санузла, например. То есть они не понимают, что от них требуется. Да. Вот. Безусловно, качество отделки растет в Дубае. Но это вот, знаете, как китайские автомобили за один день не стали такими классными, которые они есть сегодня. Это должны наладиться процессы, это должно засесть в умах, это должны появиться люди, которые умеют это дело хорошо и передать это следующему поколению. Да, по-моему, вот в Пенинсуле как раз позиционируются как более высокий уровень отделки. Да, у них более хороший уровень отделки. Да, но при этом ЕМАР достаточно хороший уровень отделки. Но все равно. Ну, от проекта, мне кажется. Да, от проектов зависит. Но все равно есть такая процедура, которая называется снеггинг. Это когда сдача, приемка сдачи квартиры покупателю. И, ну, я обычно 200-400 недочетов отмечаю. И застройщик их устраняет? Устраняет в течение месяца, да. И после этого получает ключи, да. И здесь получается очень важно, ну, вот для тех, кто не знает, в рамках компании Ватвелл, если клиент покупает недвижимость, то мы потом и приемкой, да? И приемку мы делаем, безусловно, да. У нас есть прям чек-лист. Это разговор об агентах, которые, знаешь, продают и все, и уезжают. Да, 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 нет, у нас, да, мы ценим… Отдел сопровождения – это очень, да. Да, мы дорожим нашими клиентами, они потому что купят у нас один раз, останутся довольны, потом купят еще раз. Вот, а я все-таки в этой профессии в долгую, и компания, мы как компания тоже здесь в долгую, и мы продолжаем расти, и будем еще расти, и хотим расти. Сколько уже в Дубае брокеров? 150, наверное. Фантастика. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Арташес, спасибо, что поделился своей экспертностью. Да, конечно, спасибо. Рассказал нам плюсы и минусы Дубая. Пишите комментарии, если у вас остались какие-то вопросы, мы с радостью на них ответим. Ну и основной итог, я думаю, нашей встречи, неважно, что вы покупаете Дубай или Москву, или Лондон, или Майами, самое важное – это все-таки выбор профессионального брокера и глубинное изучение рынка. И доверие. Согласен, доверие самое важное, да. Очень было приятно пообщаться, я уверен, что пообщаемся еще не один раз. Как минимум в пятницу. Как минимум в пятницу, да, на Whitewell Sensation у нас будет корпоратив для наших клиентов и партнеров. Будем веселиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...